Доброго всем! Рада видеть вас у себя на канале. И сегодня у нас такая тема. Его мысли, чувства и действия в загаданный вами период. Период загадывайте сами. Не советую вам загадывать больше пары недель. Ну, может быть, пару-тройку недель, но это максимум. Вот. Потому что мы сегодня будем рассматривать, как есть сейчас, ну и на самую-самую ближайшую перспективу. Будет у нас три варианта. Формат отношений можете загадывать сами. Я думаю, карты нам скажут, к какому больше формату склоняется тот или иной вариант. Вот. Три варианта. Первый вариант второго светлого провидца. Креатор фатум второй вариант. И 78 дверей у нас третий вариант. Определяйтесь. Немножко времени вам определиться. Когда вы определяетесь с вариантом, мой вам совет. Вот первый, на который упал взгляд, тот и берите. Ну, или у вас есть какая-то своя система. Итак, давайте начнем с первого варианта. Его мысли, чувства, действия на загаданный вами период. Смотрим мысли, чувства, действия. Ну, и, возможно, вытянем совет. Давайте совет от карт. Как вам в этой ситуации быть? На дне король Пентакли, возможно, даже вы загадали того человека, с которым в отношениях. А, возможно, нет. Сейчас посмотрим. Возможно, это ваш начальник. Итак, на загаданный период по первому варианту. Так, вам не видно, да? Мысли. Мысли у этого человека о вас самые радужные. Это... Этот человек действительно к вам очень привязан. Вы ему очень нравитесь. По этой карте могу сказать, что ему очень нравится ваша внешность. Ему очень нравится смотреть на вас. Ему очень хотелось бы ощущать вас, когда вы рядом. Вы ему просто очень нравитесь. В мыслях он о вас думает самое лучшее. Вот это человек, с которым мне хорошо. Вот квинтэссенция этой карты. Мне с ней хорошо. Или с ним, если смотрит, соответственно, мужчина. Вот. И он, соответственно, в мыслях хочет вот это всё продолжить. Продолжить ваше общение. Давайте посмотрим, что у него в чувствах. А в чувствах человек закрылся почему-то. Видимо, либо если это новые какие-то совсем отношения, да, и человек почувствовал, боже мой, я влюбился. Но так не бывает. Вот так быстро не бывает. Он взял и отошёл на шаг два назад. И в чувствах хочет определиться, да. Что же это такое было? Почему же мне человек так понравился? Куда же дальше мне идти? И вот он чувствует себя немного отстранённым сейчас. Мы посмотрим по действиям. Давайте сразу посмотрим. Да, по действиям человек пока в загаданный период действовать не будет. Даже несмотря на то, что у него есть сейчас ресурс, но он его не видит. Ему нужно какое-то время, вот то, что нам говорит по чувствам, определиться. Как же ему с вами быть? Возможно, это новая знакомство, как я уже сказала. Если это уже состоявшиеся отношения или длительные, человек понимает, вы его родная душа, вы его родной человек, но что-то идёт не так. Возможно, проблемы на работе, возможно, какие-то проблемы в семье, да, возможно, какая-то рутина. И он очень хочет выйти из этой ситуации, да, он очень стремится к вам, но ему нужно время. Поэтому, что нам карты советуют? А карты как раз и советуют, очень повторяясь, в целом, в раскладе, наслаждайтесь собой, не тревожьте сейчас человека, да, займитесь собой. Человек выйдет, человек выйдет из этого состояния, потому что ему хочется быть с вами, ему хочется общаться. Как только он увидит этот выход, да, вот по действиям, потому что, видите, даже на карте изображена дверь, замок и ключ вот лежат рядом, прямо с замком, только поверни голову и обрати внимание на этот ключ. Но девушка настолько ушла в себя, что нам говорит и эта карта в чувствах, человек настолько ушёл в себя, что он не видит выхода. Давайте посмотрим ещё, возможно, почему-то мне здесь хочется посмотреть, а выход-то он увидит, если он так радужно вас представляет, но сейчас так закрылся. И закрылся не потому, что он не хочет общения с вами или там как-то вы ему не нравитесь, а закрылся, потому что он не видит выхода, как общаться, что делать, возможно, у него проблемы. Давайте посмотрим следующим шагом чуть-чуть подальше, чем вы загадали. Вот, выход-то найдётся. Что там дальше будет? Чуть подальше. Да, дальше выход он найдёт, он пока будет как бы искать варианты. То есть действовать человек начнёт в сторону вашу и в отношении вас, и у нас дно колоды говорит об этом, у нас шестёрочка жезлов. Действовать человек начнёт, но он будет действовать осторожно, шаг вперёд, шаг назад, шаг вперёд, шаг назад. Он, поэтому, как бы, по канату будет идти, очень осторожно протаптывая к вам дорожку. Я считаю, вариант хороший. Вариант хороший как для новых отношений, так и для тех, кто уже в устойчивых отношениях находится. Но сейчас вам совет карты даёт. Оставьте человека, отстранитесь немножко, займитесь собой, чтобы он сам нашёл эту дорожку к вам. А он обязательно это сделает. Спасибо, первый вариант у нас. Второй вариант. Таро Крейтор Фатум, кто выбрал. Всё разваливается, что-то спешат вам карты очень сказать. Второй вариант. Его мысли, чувства, действия на загаданные вами промежуток времени. Мысли, чувства, действия и совет. Как вам быть в этой ситуации? Мысли. Исходя из мыслей, давайте я сразу открою, потому что здесь... Смотрите, какая ситуация. Человек что-то хитрит. Человек пытается вырулить какую-то ситуацию. Здесь возможны варианты. Накосячил что-то. Да, такое возможно. И сейчас пытается как-то вырулить. Да, возможно, если это, например, новое знакомство, он вам что-то недоговаривает и хитрит. Возможно такое? Возможно. Вполне такое. Потому что в чувствах у нас по шестёрочке динариев, и именно в этой, например, колоде, да, это ты мне, я тебе. То есть здесь мы не говорим про какие-то эмоции, про какие-то очень большие чувства, но у человека есть какой-то расчёт. Расчёт это не обязательно, знаете, как проматериальное. Он хочет от вас только денег или там что-то в этом плане. Это, конечно, в самой негативной ситуации, если вы уже видите от него такие действия. Но здесь не совсем про это. Человек пытается прощупать почву, человек пытается понять, как можно выйти из этой ситуации. Опять же, если это новое знакомство, очень похоже на то, что он вас просто проверяет и прощупывает. Кто вы, что вы и куда вы. Вот, если это уже знакомство достаточно давнишнее или устойчивое отношение, то человек, по всей видимости, накосячил, ну и как-то пытается юлить. Вот, что в действиях? В действиях мы сейчас уточним. По колесу фортуны однозначно можно сказать одно. Один цикл закончился, и сейчас начинается совершенно другой цикл. Вот, возможно, то, что у вас было, у вас такого уже не будет. Что же у нас может быть? Король жезлов. Возможно, здесь человек действительно какое-то время отстранился. Вот, либо, опять же, если это новое знакомство, только вошел в вашу жизнь. Вот, и он сейчас начнет действовать. Причем действовать активно, действовать по жезлам, действовать настойчиво. Вот в загаданный вами период времени вот эта стагнация пройдет, вот это охлаждение какое-то пройдет, и человек начнет добиваться вас, либо, если действительно была какая-то ссора, или человек в чем-то накосячил, он начнет исправлять свои ошибки. Совет вам по этой позиции. А вы, а Васька слушает, да ест, как говорится. Вы по этой позиции просто, вот очень хорошо проиграете, например, у тех, у кого была какая-то ссора, да. Вы просто смотрите, вот он делает, вот он делает. Не на разговоры, на действия смотрите, как он исправляется. Потому что по жезлам, конечно, он может прийти, наговорить очень много слов всяких разных, да я, да я вот такой-сякой пятый. Но смотрим только на действия. У тех, у кого новое отношение, тем более смотрим, что за человек, только ли он там как-то распаляется. Очень внимательно отслеживаем, где он юлит, да, возможно, где какие-то несостыковки. Потому что вот эту бурю эмоций он вам даст, но карта дает сайт, присмотритесь. Эмоции это хорошо, вот, но если рассчитывать на какие-то длительные отношения, или вы уже в каких-то длительных устойчивых отношениях, нужно все-таки понимать, с кем ты, да. Отношения это партнерство. В первую очередь на страсти далеко не уедешь на одной. Она рано или поздно заканчивается. Если же вам, в принципе, этот человек, например, вы встретились, и вам хочется страстей, бурей эмоций, или просто какого-то праздника, и он вам в целом не очень нужен по жизни, тогда, конечно, вы можете принимать сейчас все за чистую монету, вот, просто повеселиться, поиграть, позажигать, как говорится, вот. Ну и на этом, собственно говоря, все. Так что вот такой у нас был второй вариант, благодаря двоечек. И сейчас посмотрим третий вариант, его мысли, чувства, действия. Третий вариант, 78 дверей. В ближайшее время на загаданный вами период его мысли, чувства и действия. Смотрим мысли. Чувства, действия. Совет вам. Хотела сказать совет вам, да любовь. Не знаю, почему из потока пришло. Совет вам, да любовь. Всем я это желаю. Единичкам, и двоечкам, и троечкам, и всем, всем, всем. Итак, смотрим мысли. Вот смотрите, ну, ну что, поток, это поток, конечно. Мысли, десятка кубков. Ну, причем в этой колоде это счастье, свадьба. Видите, изображены жених с невестой, уже муж и жена, выходящие из церкви, уже поженились. Вот, совет вам да любовь, значит, у меня не зря, как говорится, перед этой позицией вырвалось. Вот, ну, ничего случайного не бывает. Говорит, поток, а не карты. Карты это у нас просто картинки. Вот. Итак, что у него в мыслях? Давайте сразу посмотрим чувства и действия. Вот смотрите, здесь такая позиция. Здесь позиция очень проиграется для тех, кто уже какой-то период находится в отношениях, и эти отношения должны перейти уже логически на новый уровень. Когда вы уже чувствуете, что, ну, либо уже это что-то серьезное, съезжаться, жениться, выходить замуж, либо, собственно говоря, здесь, ну, а дальше, дальше что? Вот эта позиция в основном для таких пар. И что нам здесь говорится? Карты нам говорят о том, что человек задумывается, и по действиям он сделает этот выбор, о том, чтобы перевести в более серьезное русло ваши отношения. Единственное, единственное, почему-то в эмоциях какая-то грусть у него. Да, сейчас посмотрим, с чем связано, почему он еще, возможно, возможно, это про то, что решение достаточно серьезное, да, съезжаться или жениться, вот, возможно, есть какие-то обстоятельства, да, но человек задумывается, человек задумывается действительно об очень серьезном. Человек думает о вас, как о партнере по жизни. Это не про... в моменте увлечения, да, даже если, ну, это очень для малого процента людей, этот вариант для новых отношений, то человек в вас увидел того, с кем он может дальше продолжать строить отношения. Сейчас посмотрим, что же у нас на чувствах так тревожит человека-то. А тревожит человека, что... тревожит человека... Нет ли здесь треугольника действия к вам действия, а к другое действие... Ну, смотрите, и мир, вот, вот, даже, даже здесь сказать нечем. Возможно, кому-то нужно это услышать сейчас. Третья позиция не тривиальная, не для всех. Третья позиция о чем? Возможно, вы состоите в любом треугольнике. Причем не в качестве жены, а в качестве третьей стороны, в качестве любовницы, в качестве тайной женщины. И мужчина начал задумываться, что... И почему он так грустит, почему у него такие чувства, вроде бы... Ну, мысли-то очень радужные. Потому что есть кто-то, кто у него еще есть. И с этой женщиной человек... У человека есть быт. Или, возможно, был быт. Возможно, человек в состоянии развода, потому что вы для него шанс. Вы для него шанс выйти в новое. Но она для него императрица. Также здесь может быть вариант, опять же, не у всех, но такой вариант может проиграться. Вы встречаетесь с человеком, а там есть маман. И маман такая, не дай бог каждому, вот, которая сыночку своего к своему подолу привязывает-привязывает и опять привязывает. Такой вариант возможен, что, например, мама против ваших отношений. И человек понимает, да, у меня есть семья, да, это моя мать, но это моя женщина, это мой шанс на дом, вы видите, на дом полную чашу. Так что здесь вариант... Давайте совет вам посмотрим. А вам совет, идите смело в новое и не ищите стандартных путей. Здесь как-то ситуация вырулится. У нас на дне, если вы видите, 21-й аркан, старший аркан мир, последний, завершающий цикл. А вам выпадает нулевой аркан. Это еще даже не начало цикла, а это еще только в завязке, в зачаточном состоянии. Еще не начало, еще только первый вздох, как говорится, после 21-го аркана, нулевой аркан. Поэтому позиция такая, она, наверное, самая непростая из всех, но она хорошая. Понимаете? И здесь, скорее всего, если это новое знакомство, подытожу, если это новое знакомство, очень хорошо присмотритесь к человеку. Да, вы ему очень нравитесь, да, он вас рассматривает на какие-то отношения эмоциональные, да, эмоциональные отношения. Но, возможно, у него есть жена, бывшая, еще живая, но остывшая, вот, недоразведенная, возможно, он, или есть мама. Ну, такая, которая его до сих пор не отпускает. Если вы уже в отношениях и в треугольнике, то он действительно хочет быть с вами, он считает, что вы его шанс, но и выбор он делает. Вот загаданный вами срок, он будет делать этот выбор. Что он выберет в итоге, это, ну, посмотрим дальше. Да, я сделаю такой расклад в итоге для треугольников, что он, в конце концов, будет делать. Вот, и кого он выберет. Или, если здесь, кто еще здесь? Если здесь вы считаете, что у вашего мужа кто-то есть, и вы в серьезных, стабильных отношениях, то любит он вас, на сердце у него вы, но сердце болит. И, да, у него кто-то есть, и он будет делать выбор. Но на сердце и в голове, и в чувствах у него вы. Вот, а вам нужно просто полегче ко всему отнестись. И ситуация, исходя из того, что 21 аркан и 0 аркан, она обнулится, она вырулится без вашего участия. Вам совет такой, не парьтесь, извините за мой сленг, не парьтесь, ситуация вырулится сама. Вот, и если в то время, которое вы загадали, там, неделю-две, да, мы приблизительно смотрим, неделю-две он будет разбираться, вот, и потом посмотрите, потом он все-таки определится. Потому что сейчас он вот на этой позиции выбора между своим Тузом Пентакли и между своей императрицей. Вот такой вот у нас третий вариант был. Благодарю вас всех за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите, пожалуйста, комментарии. Мне очень приятно будет это и интересно ваша обратная связь. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось, опять же. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.